СДЕЛАНО В ВЕТКИ СДЕЛАНО В ВЕТКИ СДЕЛАНО В ВЕТКИ СДЕЛАНО В ВЕТКИ это не совсем 50-е, но года два назад мне приснился страшный сон. Я до сих пор под впечатлением и даже думаю, что же делать дальше. Мне приснилось, что я 50-летний, ну, примерно, плюс-минус, и однажды утром, вот сейчас же полно книг популярных попаданцев, туда-сюда и везде, и доты, и мемы, и все такое. И вот я 50-летний, одним утром я просыпаюсь в теле себя 5-летнего. Вот просыпаюсь и... То есть разум 5-летнего ребенка? Почему разум 50-летнего? Я все знаю, что будет, что будет с родителями. А, но физически вам 5 лет. А на деле я маленький мальчик, и вот и мне удал. Это был ужас, шмар, наверное, вот стоит книгу написать. То есть вот потом я начал размышлять, что бы я делал. Я знаю все, что будет со страной, с городом, с одноклассниками своими, с родителями, но я же не могу это сказать. Если идти куда в ПГБ, там просто куда-нибудь отправят в психушку, будут опыты проводить. Отдыхать нужно, Евгений Альбердович. Да, потом я нашел что-то и активную версию. Вот, может быть, возьму, на старости лет и книгу напишу. Ну ладно, поехали в 53-й год. 53-й год знаковый во многом для страны год. Да, но сейчас обо всем по порядку. Да, много чего было. В 53-м году и пожар у Зверинца здесь, в Ирове, и похороны Сталина. Кстати, из Ирова многие собирались съехать. Вот действительно волна была скорби. 5 марта 53-го года. Да, пытались съехать на похороны Сталина, в том числе известный писатель Мельчаков, но он ту пору учился в городе Горьком. Вот, и, видимо, благо все-таки было в том, что ограничили проезд на поездах, билеты не продавали, нельзя было попасть в Москву. Это специально, да, чтобы потока большого не было со всей страны? Да, и, наверное, жертв было бы на этих похоронах еще бы больше, если бы массы народу... Ну, даже в фильме было показано, вот посмотрел не так давно фильм «Смерть Сталина», который тут пытались у нас запретить. Так его и запретили. Запретили. Его не показали у нас специально в кинотеатрах. Посмотреть можно всем. Да, можно, конечно. Всем кому не лень, но, в принципе, наверное, сам дух эпохи передан. Может быть, персонали и внешне не похожи, но типажи, характеры. И вот 1953-й год он примерно так, наверное, и был. Ну, конечно, там, особенно в Ирове, не ездили уже и не арестовывали массами. В 1937-м, однако, все равно повеяло новыми репрессиями. Не буду, наверное, повторяться подозрительности Сталина в последние годы жизни, но вот все-таки после марта и наш город был на перепутье. Все гадали жить дальше. Был Малинов, потом Хрущев. Расстрелян английский шпион и враг народа Берия. Вот газеты пугают холодной войной. США и СССР поочередно испытывают водородные бомбы. Это все появляется в Кировской прессе, да? Да, это у нас, конечно, пишут бюджет страны подорван вооружением. Ну, и в Ирове. Я уже говорил, что эрточную систему отменили в 1947-м году, но прилавки все-таки. Если в Ирове еще чем-то были заполнены, то в районах было гораздо хуже, а в деревне все-таки была потрясающая бедность. Паспортов, я напомню, у деревенц их не было. Деревню обложили к 1953-му году огромными налогами. Хотя народу еще немало было по сравнению с сегодняшним временем, но, тем не менее, жизнь была бедна и нелегко возникла нелюбимая персона налогового инспектора, который в ту пору это был обычный человек хмурого вида в резентовом плаще, в сапогах, который ходил от деревни и облагал налогом все, что приходил в дом, садился. А из чего он исходил? Обложили, государство придумало налоги, и вот он приходил, этот налоговый или финансовый инспектор садился, и та смородина, у вас один уст, вот этот, а налог-то, ой-то, яблоня перед домом растет, налог-то, ой-то, и вы обязаны сдать. Налог-то в денежном выражении у нас? Да не только в денежном, в продуктах были, причем денег иногда и не платили трудоднями, и зерном, и чем-то, а они обязаны были сдать. Хоть ты имея, не имея куриц, ты обязан сдать яйца. Это ты имеешь там овцу или не имеешь, ты обязан сдать шерсть. Вот поэтому где-то добывали, в общем, не знаю, выкручивались, но, наверное, во многом это тоже известно по книгам и по воспоминаниям людей тех лет. Поэтому все-таки и уже в ту пору пытались из деревень. Уже процесс начался, благо... Несмотря на то, что паспортов не было, да? Ну, варианты были либо мобилизоваться у дата на строй, но это надо было, чтобы дал разрешение председатель где-то там, а он не давал, потому что ему работать. А после войны, да, вот даже полно было, что майоры, которые там на войне, в общем-то, выполняли какую-то роль, вплоть до там начальников штабов или все-таки солидное звание, они работали обычными свинарями вот в Ировской области. Где-то недавно перелистая во старые газеты, я увидел, что там был награжден вот бывший майор фронтовик, который был свинарем. Ну, зазорным не считалось. Эпоха была такая, что, в общем-то, просвет еще чуть-чуть забрежил, и там до первой про Таллину была еще... Там спел известная группа, вот, про первую про Таллину, пухарная Сталина. Далеко не сразу все это началось. Ну, а в целом-то в Кирове, как вас приняли? Смерть вождя был траур? Траур, масштабный. Большая масса фотографий, когда идет траурная процессия, театральные площади, вот, а в основном растерянность была, никто уж не знал, и город, и вся страна. Кто-то радовался, кто-то по-разному, тут на всех, наверное, у нас генеральных секретарей реагировали по-разному, сколько людей, столько и мнений. Ну, давайте вот немного в мире все-таки, что Вят, она не могла жить в Ауме, и вот что творилось в этом году. И представить, что у нас это все-таки город, треть от сегодняшнего населения, заасфальтирован до театральной площади, до Орла Маркса, дальше еще, я бы не начал строиться, бездорожье лютое. В основном жизнь в 1953-м, вот, она была в деревянных домах, вот, в дореволюционных этих постройках изменилась только в худшую сторону. Вот, недавно в соцсетях выложили записку из медальона погибшего ировчанина. Жил он на улице Володарс, меня удивило, там до сих пор все это репостят и ищут родственников хотя бы, я сейчас фамилию не помню, но меня удивило, что Володарского дом-то, ой-то, квартира, по-моему, 8, комната 30. Вот, я подумал, да, почти... В квартире комната. В квартире, в доме 8, квартира 30 комната. То есть, это даже дом деревянный, но почти по высотному, там у него было на 48 комнат, всего одна уборная, а тут, наверное, 30-я могла быть и не последняя. Интересно, что за дом этот такой, я, наверное, пройду и посмотрю. Ну, все было, все было еще в проектах, вот, ну, интересно. Интересно сравнить все это, и жил мир, хотя у нас были признаки цивилизации, по асфальту гуляла публи, уже начиналось это, после, вот, этой послевоенной бедности расслоения, то есть, были красивые дамы в персовых чулках, в вуалях, в шляпах, в шапочках. Вот, это все было в основном подсмотрено с трофейных или американских фильмов, их журналом, вот, были в тяжелых драповых пальто мужчины, в шляпах, с львом-то, были велюра и зайчев, велюра шляпы, и эти шапки зимние были. В общем, внешне была цивилизация, несмотря на то, что бары и дома, ну, а тем временем, в 1953 году в мире, кроме вот этих мрачных гон и вооружений, там, и холодной войны, например, вот, в США начинается экспериментальное цветное телевещание, в Англии выпущен Ford Popular, самый дешевый четырехцилиндровый автомобиль в мире, а в США начал издаваться журнал с девочками Playboy, уму непостижимо. В 1953 году в США приведен присяги президент Эйзенхауэр, и инаугурация его впервые транслировалась по телевидению на всю страну. Тита избран первым президентом Югославии, в этом же году был впервые рен Эверест, вот, а в Бермудском треугольне без вести пропал Английский транспортный самолет, Юр, на борту было 30 человек, вот, ну, конечно, обо всем и не писали, я думаю, местная пресса ограничивалась национально-освободительным и рабоче-освободительным движением в странах империализма, а вряд ли они писали о их-то достижениях, разве что, может, специализированные издания, ну, вот, в начале 1953 года, я уже говорил немного в прошлом выступлении, что газеты «Правда» и «Известия», ну, конечно, и «Ирос» и «Правда» перепечатывала на передовой странице сообщение о раскрытии заговора ремлюских врачей. Девять ведущих врачей, большинство были определенной национальности, обвинялись в отравлении секретаря ЭПСС Жданова и начальник главполитуправления Красной армии Щербакова. После смерти Сталина дело врачей было объявлено фальсификацией, обвиняемые оправданы, хотя двое из них скончались. Ну, вот, я думаю, что вот Москва-Москвой, ну, вот этот общий фон, эта общая истерия, она оснулась и Ирова. И много было случаев, когда врачам вот в этом 1953 году даже врачам и там русской национальности и другим относились подозрительно и настороженно ожидали, что вот кругом вредители подсыплют стекло, там лекарства подменят, заразят прививками, чего-то. Потом возникали огромные, конечно, конфликты и были случаи, ну, может быть, не в нашем городе, но у писателя, о, это описано, людей доводили до самоубийства, в том числе врачей. Вот, потом, когда все выяснилось, что все это фиксы, пытались там и соседи, и сослуживцы оправдываться, но, тем не менее, вот, может пропаганда зомбировать население, это было во все времена. Вот интересно еще, когда погружаешься в послевоенную жизнь, примерно знаешь, там, чем питались, в чем ходили, одевались, ну, вот интересный факт еще всплыл, но это было раньше, 1953 года, но, видимо, после войны обживали территории у нас отошедшей СССР, после финской войны, ну, тем более, после отечественной и в Ирове, в Ировской области надо было найти 300 семей колхозников на переселение, на вот это... Вот, вновь присоединенные территории. Причем надо было отобрать самых лучших, надо было отобрать там достойных с хозяйством, им давали целые составы железнодорожные, 300 семей, это очень здорово проредило, конечно, наше хозяйство, причем их везли с гусями, с поросятами там, если с чем-то было, ну, понятное дело, что от налогов. Им там обещали дома, но дома, конечно, были уже, видимо, изъяты там у населения местного, но я думаю, что раз тогда давали план, то план должен был быть выполнен, 300 семей уехали. Интересно. Это в течение какого времени? Это после войны началось, где-то в 47-м, и вот процесс продолжался, видимо, несколько лет. Вот малоизвестный факт, ой, заселяли бывшую Финляндию. Без возможности вернуться? Ну, может, через сколько-то лет, но не только ведь сюда, вот мой дядя, например, оказался в Симферополе, в Рыму тоже после войны, надо было, Рым же там население практически не оставалось после всего, надо было заселять, ну, это мы в 54-м году, как раз, когда Рым отошел к Украине, это следующий год был. Ну, а что в Ирове-то было? А в Ирове, ну, в 53-м начал работу литейный механический завод, ныне экспериментальный завод спортоборудования. В первые, в 53-м, в первенстве РСФСР, зона Урал дебютировала, Ирос и Динамо. Это четвертое место из девяти команд, пять побед, три поражения. Вот она школа-то была. Ровно 65 лет назад, получается. В этом же году зафиксировано последнее нападение волка на людей в области Фоленц в районе, причем летом. Ну, не знаю, хотя, судя по воспоминаниям, и в том числе был известный научный деятель, волнился, Павлов, он описывал нападения и более поздние, но тем не менее. Этот факт зафиксирован именно таким образом, последнее нападение. Ну, а что за жизнь? Так же эти подвалы и полуподвалы, пара и коммунал, и четыре метра жилья каждого жителя. Строительный бум еще впереди. Ну, хоть что-то-то строилось. В 55-м, в 54-м, да, это мы чуть-чуть вперед, а в 53-м еще вот как бы. Ну, и до войны, в принципе, были очереди, народ-то был привычен. Вот талоны отменили в 47-м, но и в 53-м с продуктами было непросто. Вот если после войны, там, пел, опять же, высоц, и что было, время и цены снижали, идти или куда надо, каналы, и потом куда надо впадали. Вот цены-то, конечно, снижались на 10% по сравнению с действующими в войну ценами. На основные продукты, а на, ну, основные, там, видимо, хлеб. Хлеб, крупы, крупы. А на остальные, они сохранились на военном уровне. И поэтому, в принципе, в итоге цены на все продовольственные товары были выше до военных, за исключением, вот, ну, как бы сейчас сказали, продуктовой резины, но резина была, конечно, очень малая. И норма была отпуск. А вот в Ирове не та уже там, что даже если что-то и было в магазине, в том числе и рабы, которые, кто не ел, потому что не знали, что это, и прочее там. И это была норма отпуск. Например, по 53-му году хлеб печеный 2 илограмма. Это в день на человека. Да, мясо и мясопродукты по одному илограмму. Албасные изделия, обчености, были ли они, значит, были сметана и сахар по пол илограмма, мало о литр, хлопчатобумажные ткани 6 метров, мыло хозяйственное, один усо спич и два раба. Дефицит, конечно, не отбивал желания, выглядеть модно. Вот, ну, хорошо было школьникам. Интересно, смотришь, уже в 53-м году еще начиналась эта вот эта серая форма, по типу гимназичи с ремнем с вурашкой, но в основном вот эти шкалеры младших классов ходили в уртах, которые назывались Бобач-э. Бобач-э это было, ну, молнии еще, были дефициты, они были у лётчиков там, на уртах у их-то этих полярников, а штаны исключительно были на пуговицах в то время, это даже, пожалуй, до 70-х годов до появления джинса, тем более вот эта Бобач-э была на пуговицах, например, от матери, от бабуш из старого платья шили там плечи и рукава, из папкиных старых штанов шили спину и передние лацаны там еще чем-то декорировали. Вот иногда подшивался белый подворотничок такой, и вот в этих... В общем, такая достаточно экалитичная штука такая получилась. Да, смотришь на фотографии... А название-то откуда такое появилось? И ревел память Сталину, вот и дети в этих бобачках, и причем еще интересно, что вроде и холодно, а то поприличнее ты одет, вот там видно, что осень, они уже деревья без листьев, и дети почему-то стоят в... Стоят они в таких маленьких... Ну, курт или пальто на пуговицах и в шортах из того же материала. Теплые шорты, голые колени осенью, уже в октябре-ноябре. Ну, может, это специально для того, чтобы снимок сделать? На самом деле потеплее девались, может быть. Ну, девушки, вот можно определить сразу. Была дэнса школы девушек с двумя косами, ходили, но уже постарше. Это было обязательно, вот замуж была одна коса, а девицы ходили с двумя. Но для дам постарше уже появилась химическая завивка. Исполнялась она в ту пору на деревянных специальных клюшках с оборачиванием, папиросной бумагой сначала. И дамы спали, видимо, в этих вот... Ну, чтобы не нарушить эту красоту. Название пришло, а вот завивались. Поэтому полночи бумага шуршала, а потом превращалась в грязные мочки. Ну, то же самое, что сегодня брови в парикмахерс выщипывали в ту пору в ниточку. Вот, не знаю, без обезболивания, наверное, зачем. Ну, кому-то нравится. Ну, вот такое веяние моды. И, конечно, оставались и предвоенные, босс и полубосс, мужской одеалон, шипр или тройной. Ну, наверное, пить еще тройной не принялись. Для женщин духи Красная Москва – это дореволюционные духи, переименованные. Еще, видимо, когда-то были перед войной в Красную Москву. Но в Ирове появлялось первое мороженое. Оказывается, все мороженое, в том числе и знаменитое Ировское, и Ленинградское, и весь пломбир. Это, конечно, были опи-американского мороженого. Еще Мален-Оф. Еще перед войной, по-моему, ездили они в Америку. Потом отобрали лучшие сорта – сливочный, пломбир. И оборудование было вывезено, а потом появлялось и у нас. Но в Ирове даже позднее были в вафельных мороженое. То есть были отдельно в стаканчиках, и при тебе мороженое и росы накладывали. Здесь были просто две вафли, а между ними вкладывали шарик мороженого и расплющивали. И надо было быстро-быстро есть, потому что могло течь со всех сторон. А 48 копеек-то гораздо позже уже появилось? В 53-м 48 – это уже было меньше, 22 копеек. Или 22 копеек. В стаканчиках 15 копеек. Но это в 70-е, в 60-е. А тогда… Мы сейчас про цены тогда поговорим. Давайте. В принципе, если уж сравнивать, с чего мы начинали первые послевоенные годы, то сам-то кризис и очень бедственное положение, голод все-таки был в России, и в Ирове преодолен. И даже в нашем городе уровень жизни вернулся предвоенным. А предвоенный был не очень высокий, но в принципе… Ну вот, я не знаю цену на мороженое, но средняя зарплата в 53-м году составляла 719 рублей по стране. Вот это после денежной реформы было 47-го года, которая проходила в форме динаминации с конфискацией, видимо, излишних. Но очень напоминает реформа, когда была у нас… 98-й? 98-й. То тоже я помню, что на таможне были задержаны и это армяне. Целый самолет они загрузили вот этими уже упюрами. Банклодорами. Да, перестали с определенного часа, с определенного дня ходить. Они, в принципе, бумагой, бумагой ничего не сделали. Вот из этого пытались раздуть это дело. Ну вот точно так же, то есть взяли, вот обменяли, ну и реформа была и в 60-м, в первом году, по-моему, дойдем и до нее. Вот. Народ, конечно, с одной стороны накоплений лишился, вот, но эта реформа позволила в том числе отменить арточную систему. Ну, зарплата рабочих в то время колебалась от 800 до 3000 рублей. Ну, у нас, конечно, далеко не все рабочие были квалифицированы за неимением, видимо, подготовленных адров рабочих. Вот часть приехала с заводами, уже это и старые, старые, у вас уже профессионалы, пролетарии, которые могли, а планы даже на 600% выполняли пленные немцы, фрезеровщики, и там, и это были станочки, которые, может быть, и обучали. В основном, конечно, ну, вряд ли вот до линей и 800 рублей в ту пору у Ирвских рабочих доходила зарплата. Ну, больше всех у нас не было, конечно, получали шахтеры, стахановцы и столевары, их зарплата была и 8 тысяч рублей. Зарплата инженера была от 900 до 1300 рублей. Ну, в Ирвис Рейкома ЭПСС получал полторы тысячи. Министров у нас не было, но это было 5 тысяч рублей. Профессоры Адемии, профессоры были Адемии, не помню, в Ирвисе аж до 10 тысяч. Вот, кстати, что радовало. А сейчас можно как-то сопоставить тысячу рублей 1953 года? Ну, как сопоставить, давайте вот посмотрим, что же мог себе позволить упить рабочий или инженер на зарплату 800 рублей. Возьмем минимум, потому что в Ирве, ну, стахановцы были, но, видимо, движение это 1953 году подувяло, уже утратилось. Много времени прошло уже, да. В 1953 году килограмм черного хлеба стоил 1 рубль, белого 3 рубля. Говядина, ну, если она была, конечно, 12,5 рублей, рыба 7 рублей. Молоко 2 рубля 24, и сливочное масло 27 рублей 10, яиц 8 рублей, сахар 9, ну, я руляю. Растительное масло 17 рублей, водка 22 рубля 80, водка была сучок, пробки еще алюминиевой не было. Видимо, туда сверху закрывалась горлыш такой ртонной пробочкой, не пробочкой, а просто руляшом и сверху заливалась сургучом. И вот надо было взять такую тяжелую виллу с тяжелой ручкой, цельнолитую металлическую и просто вот эту водку обстучать. Сургуч отпадывал, и вот можно было. Я зацепился за десяток яиц, 8 рублей, да, вы сказали, соответственно, 8 десятков можно было купить. Пара обуви 189 рублей, метр ситца 6 рублей, шерсти 113, ну, это уже дальше утомительно шел, 100 рублей. Ну, вот на зарплату в 900-800 рублей можно было купить, вот сопоставляйте, рабочий, да, ну, там, или инженер средний, мог купить в месяц 300 килограммов белого хлеба, 75 килограммов говядины, 300 литров молока, 39 бутылок водки. Ну, 40 бутылок возьмем у нас, ну, даже опустим цену 40 бутылок. Ну, минимальная сейчас у нас 200 еще, по-моему, да. Ну, вот, наверное, 8 тысяч. Ну, да, вот тогда сейчас побольше можно, наверное. Выросло благосостояние трудящихся. Четыре пары... Ох, это привычка русского народа. Ну, да, причем, конечно, не забывайте, что страна жила очень неравномерно. Да, ежели вот Москва, там, и особенно после Благодарной Ленинграда, и столицы союзных республик снабжались. Вот уже к 1953 году эта система установилась, и потом уже начались миграции. Не от хорошей жизни. Вот, а миграция мы перейдем уже в 1954 году. Ну, вот, непосредственно в 1954 мы и войдем, наверное, частично уже после небольшой рекламы. Сделано в ветке. Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о Кирове 1953-1954 годов прошлого столетия. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея Авиатского госуниверситета. Собственно, благодаря вам, Евгений Альбертович, мы отправились в те далекие годы, и вплотную уже подошли к году 1954. Да, уже первый, после Сталинского год. Картинка рисуется такая непростая, в целом, надо сказать. А когда было легко жить, да? Нет, веселее все-таки становилось, и я полагаю, что вот эти самые ужасные, самые голодные годы, 1947-1948, безнадежная, атомная бомба, неурожай, засуха, отсутствие жилья, вот это все преодолевалось, и тем не менее уже по городу ходили красивые желто-синие троллейбусы троллейбусы уже с 40-го года, уже появились, в принципе, первые победы, вот уже менялся... Легковые автомобили победы, да? Да, тукаши какой-то жизни, ну, оттепель, вот так вот, все-таки, вот раз, сразу оттепель. Она ведь все-таки далеко не сразу начиналась первыми... Да уж, само название гораздо позже было придумано, конечно. Да, выпустили все-таки помнести уголовников, а не политических. А Иров был перевалочной базой на пути из северных лагерей, там же все эти были... Ну, контингент разношерстный, да. Все ехали, и поэтому, вот я даже слышал от своих родственников войну, когда уголовники здесь появлялись, по амнистии выпущенные, то... Ну, что город представлял? Деревянные дома, заборы, ворота, литки вот эти запирались, но люди иногда выносили лалинес, меч и еду, хлеб, там, вареные ртошки, ну, там, что было, чтобы хоть эти амнистированные блатные не лазили в дома. Да, она ведь залезла бы в любом случае. Да, эйфория, конечно, снимала, да, и говорили, что холодная война съела деньги, но с этим это смирились, вот, вроде бы и тупик, но тут снова такой был подъемный клещ в 54-м году. Поэтому у нас правительство и компартия решили отправить всех на Целину. И у нас вот из этих несчастных, забытых богом вяз и деревень, конечно, очень много поехало на Целину. Целые поезда, цели и неф отправлялись. Ну, а я по традиции все-таки и немного пробегусь, вот, то, что у нас было описало, все-таки, что же в мире было в 54-м. В международном фоне. Да, в 54-м США объявили о том, что испытали водородную бомбу, мощность которой более чем 500 раз превосходит бомбу, сброшенную на Хиросиму. А в Египте полковник Гамаль Абдель Нассер, помните, это о... Но при жизни нет. Ну, да. Только из учебников. Я даже частушку вспомнил уже позднюю, и уже потом присвоили героя, Хрущев им присвоил героя Советского Союза, видим, неудовольствие всех ей было, частушку там лежит на солнце, греет пузо, полуфашист, полуэсер, герой Советского Союза, Гамаль Абдель, на всех Нассер. Ну, ничего. Вот этот самый Нассер или Нассер, Нассер, наверное, все-таки совершает госпереворот и занимает пост премьер-министра в Египте. Через два года его свергли, но все-таки он снова остался. В США стали танцевать танец Ча-Ча-Ча, и потом во всем мире. Француз и исследователи на Батисафе опустились на глубину 4 километра. СССР, не поверите, выразил желание войти в НАТО в 1954 году. Да ладно. Началось с того, что в Англии выходит постановление, обязательно установив и мигающих указателей поворота на всех автомобилях. Не было же поворотников. И на машинах, на ГАЗ-67, на Виллисах, может быть, на ранних СТУДБРах повороты показывали, высунув ее. Вот для чего была, если это помнит старая ГАЗ-67, для чего была дырка в брезенте под стилом водителя, во-первых, поправлять фару искателя, во-вторых, показывать поворот. А когда появились первые москвичи, опять же, забегу вперед, москвичи 400, у них повороты показывались, там тянул водитель рычажок, и между дверцами слева или справа вылезал флажок, который показывал, куда ты желаешь ехать. Но, видимо, не только мы отставали, вот в Англии с 1954 года тоже начали внедрять. А вот у нас и телевизоров-то еще не было у народа и даже не продавались. А в США в 1954 начинается регулярное цветное телевещание. Телевещание. Надо же. Началось энвейерное изготовление гамбургеров компании McDonald's. Выходит она на международный уровень. В Афинах вспыхнул мятеж. В общем, и не знаю, вот так вы сможете. У вас есть и на эхо специалисты. Например, в 1954-м рекорд был побит на выпуск новостей BBC. Ведущий Ричард Бейер установил рекорд. Он читал новости на протяжении 28... Часов. Часов. И потом 28 лет он работал аж по Рождеству. Ну, а в СССР там все-таки отвергли объединение Германии. Хаисты сборной разгромили нацов со счетом 7-2 и стали чемпионами мира. Вот оно было. Дала первая в СССР атомная электростанция в Обнинске. Ну, и главное событие, конечно, это был указ Президиума Верховного Совета СССР. Передача Рымской области из состава РСФСР в область Реймской СССР. Ну, не Хрущев его подписывал об этом тоже. Уже было много чего написано. Вот. Все-таки у нас что творилось перед воротом населения нацелено. Но, тем не менее, было построено новое здание технологического техникума на улице Дериндяева, 22. Это Преображенская и Дериндяева. Преображенская и Дериндяева перекрестка. Ну, село, село, бедное село. Читаешь, чем дальше читаешь, тем хуже. В Богородском районе было 306 деревень. Вот и с этого года количество стало сокращаться. Сегодня осталось менее 12. С 306 до 12. Говорили 306. В этом же году в Ирове возводятся первые послевоенные Сталин. И первый 77-квартирный жилой дом по улице Орла Марса. Это вот с отделением бывшего транспортного агентства на первом этаже. Второй дом был построен на углу Ленина и профсоюзный. Это дом завода имени Атябрь. Позже перед мостом зеленый дом. Сейчас такой. И жилой дом начали строить на углу Октябрьского проспекта и улицы профсоюзной. То есть, это и началась движуха по Октябрьскому проспекту. И начали строить сразу два дома. Это дома с РА на Октябрьском 80 и магазин спорттовары. Вот будущий там же на Октябрьском. На Октябрьском 72. И событие Филей уже перестало быть отшибом, перестало быть задворками города. Барачным поселком 20 января 1954 года было открыто движение троллейбусов от площади Лепси до Филей. Ну, вообще, генеральный план, хотя и был составлен в 1954 году, но он остался без... Это был первый генеральный план после войны? Первый после войны. Первый после войны. Ну, предвоенные были грандиозные планы. Я вот говорил, что ботанический сад был на 20 гектарах и прочее. Несколько кварталов он был занят. Там был хоть и скромный, но он остался без утверждения. Это был тоже интересный генплан 1954 года. В нем предусматривалось расширить улицы Ленина, Эрломарса, Муны, Дрилевского, Энгельса и Пролетарскую расширить. Да, не знаю, но расширить. А на месте только что закрытого Ахтырского ладбища предполагалось устроить центральный парк культуры и отдыха. Ну, Ахтырское ладбище – это территория нынешняя областной больницы. А в 1954-м планировали все это и парк культуры. Но все улицы остались в прежних границах. На территории через 4 года была построена все это и больница. И снова я говорил, что мосты через Вятку были проезды и довоенные. Была насущная необходимость. Генплан 1954 года снова предусматривал сооружение моста через Вятку в створе улицы Розалю-Симбург. Где Розалю-Симбург? Опять не нашли финансов. Розалю-Симбург. Ну и процелину, конечно, отправляли целыми поездами. Это был принудительный процесс? Нет, нет. Это все на БАМ. Ехали на БАМ. Нет, массово. Видимо, не от хорошей жизни. Ехали в теплушках. Ехали и в их вагонах с гармошками, с песнями. В основном, конечно, сельско-молодежь. Но и студенты, и сельхозинституты, и другие ездили, отрабатывали на практику. Казалось, что в далеком Азахстане жизнь будет лучше, чем на Авиацкой Родине. Печально, конечно, что многие вернулись обратно. Многие ничего не получили там желаемого на целине. Но это процесс не только авиации. Это вообще вот. И потом пошли работать на оборонные заводы. В деревню все равно они вернулись. Вот поэтому и те самые 306 деревень в одном районе. Не только в Богородском Аполлоне было. Ужасная цифра, конечно. Ну и, конечно, в 1954 году зашел разговор. В 1954 году разговор о строительстве телецентра. Это группа радиолюбителей и инженеров предприятий ГОДА решила построить любительство телецентра. А ОМ, ЭПСС и область ОМ поддержали инициативу. Вот интересно, знаете, что у нас в 1954 году. А вот сегодня печальное событие. Сегодня умер режиссер Станислав Говорухин. И вот он, Азвесов Азани, он со своими же друзьями открыл телецентр в 1955 году. Он был работником, потом режиссером телецентра. Вот начиная с 1955. А у нас это случилось в 1957 или в 1958? У нас в 1954 проект, когда уже стали строить. Ну, еще, конечно, все. У нас время еще есть или чуть-чуть? Ну, к сожалению, нету больше-больше времени. А у меня тут еще тайны города. Да только лишь на завершающую фразу. Тогда я о тайна города скажу, что снова новые разработки стали. У нас вернулись военным разработкам в институте Расной армии, которые институтами рабиологии вывели боевой штамм. Не буду уточнять. Ой, а Рыс по легенде вылавливали в анализации города Ирова для этого. Ну, и слушали музыку на патефонах, звучали, танцевали. Михайлович Анна пели, в общем-то, и частушь, и песни под гармошку. То да сё. Но, тем не менее, еще в 1954 году появился рон-ролл. Но до вятки это еще было очень долго. Пока не дошло. И до следующей встречи, уже в 1955 году, там уже у нас совсем интересно. Да. Напоминаю, что программа «Сделанная в вятке» выходит раз в две недели, по пятницам в 13 часов. Спасибо большое. Евгений Питунин, историк-крыевед, руководитель музея Вятского госуниверситета. До встречи через две недели. Всего хорошего. Сделано в вятке. Сделано в вятке.